Так, Беня, как по мне, конкурент растёт очень быстро, разницу чувствуете? Да. Ну что, поскольку мы чуть-чуть решили заниматься ораторским, что вы чувствуете, что мы поменяли? Что поменялось в этот раз? У Бени именно? Ну да, то есть что? У Бени более уверенный стал. О, да. Уже не красный. Уже не красный, а уже белый. Уже белый. Беня начал не просто рассказывать, а начал вести диалог. То есть описывать ситуацию и... Вместе с народом. Вопрос, как по-вашему ситуация развивалась такая? People's Hell, Беня. Всё, зачёт. Так, что ещё? Так, ещё раз, что он закоммуницировал раз, да? Что ещё было? Вошёл связь, да. О, вошёл связь. Что ещё было? Не смотрел в ноутбук. О, вообще не смотрел в ноутбук. Да, просто больше не смотрел. Кстати, давайте я сейчас это прям сразу запишу, прям сюда вот. Фидбэк такой. Сейчас, значит, Беня, что он нам делал сегодня? Он, значит... Я разговаривал громче. Да. Значит, первое. Очень много засеклировал. Вы... Вы... Вышёл на... Выш... Ну так удобно тут стоять. Вышёл на диалог. Так, что ещё? Уверенно, да? Рассказывал? Да. Чуть-чуть его кто-то... А, вот, мне кажется, его сбил этот... Чуть-чуть тебя сбил, да? Лёша. А, да. Вопрос, пожалуйста. Уверенно расступал. Что ещё вы говорили? Связь с народом. Связь с народом, да. Диалог. Диалог. Списал. Да. Очень много жерстикуляций. Вот, да. Жерстикуляция была. Классная рубашка поднять. Да, да. Преоделось неплохо. Надеюсь, записывать не буду? Ещё, чтобы... А, не смогу. Вот, это то, что... То, что очень важно, что он сегодня не... Потому что, как это было в тот раз, не смотрел в ноутбук. Как это было в тот раз? Он такой... Каждый раз сделал. Смотрите, как обычно... То есть человеку... А там меня видно сейчас? Да, да. Вот. Обычно как это работает у... То есть... Очень важная вещь, которую надо понять в ораторе. А кто не был, и просто это... Мы иногда будем делать такие, что кто-то просто из нас будет выступать, и потом мы будем небольшой кусочек такой, типа по ораторскому сердцу, что-то типа тренинг или такое делать, да. Ну и какая-то инфа. Вот. Теперь, что... Очень важно понимать. То есть человек обычно в блоке информации, он как бы помнит, да. То есть, например, вот любая идея из этих, да. Какая-то вот, да. Зимой, да. И у тебя сразу внутри разворачивается, да. Ага. Это значит, вот это, вот это, вот это, и история эта заканчивается так. Но потом самая сложность, это вспомнить, что за этим. То есть теперь, когда ты учишь какой-то контент, надо вспомнить, надо в первую очередь запомнить последовательность блоков. То есть то, что внутри блока, это легко вспомнить, всплывает достаточно просто. Но то, что вот последовательность вот этих пазлов, это вспомнить непросто, и поэтому их нужно как бы выстраивать и как-то запоминать. Теперь почему Бенни не смотрел в этот раз в новых? Построил себе блок. Построил блоки, да. Как блоки строятся? Учить материал. Ассоциации он себе. Да, то, что мы с Бенни приписали, это то, что пока, то есть любой скилл, пока он не накатанный, да, то есть нужно его максимально проучить. То есть в данном случае, если человек, он выступает уже давно, то можно вообще особо не учить материал. То есть у тебя уже много блоков информации, и ты как бы, ну как жонглер, да, то есть он сначала берет там эти три блока информации, да, и начинает их как-то, типа, пытаться подкинуть. И ничего не получается, они валятся, и ты можешь только один вот так вот кидать, да. Вот. Теперь для того, чтобы вначале, когда ты не умеешь жонглировать, что-то нормально вышло, нужно прямо очень проучить весь контент. Чтобы потом, когда ты выступаешь, у тебя начинаются еще параллельно всякие проблемы, кто-то где-то начал говорить, кто-то разговаривает по телефону, кто-то ходить и так далее. Чтобы тебя это не сбивало, чтобы хотя бы контент, он был у тебя такой наболтанный. Чтобы это, ну, чтобы до этого как-то состояния дойти, нужно повторить минимум. Сколько раз? Три. Где-то вот самый минимум, да? В Талмуде, ну, то есть, евреи говорят всегда, что нужно повторять минимум четыре раза, там… Ну, в Талмуде там до листа Талмуда есть комментаторы. Там всегда четыре строчки более широкие. Говорят, что им четыре раза, поэтому… То есть, намекает там на то, что нужно повторять любую вещь, четыре раза, и написано, что тот, кто, ээээ… Тот, кто учит и не повторяет, как тот, кто… А? Тот, кто сеет и не собирается. Да. Как тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. То есть любая информация, которую ты узнал только один раз и потом не повторял, она не остаётся. А как лучше всего повторять? Периодичность какая? Самая хорошая... Писать. Да, писать. Не, вот четыре раза. Когда мне их повторить? То есть, в смысле, вот я пришёл первый раз, потом второй, потом третий, потом четвёртый. Вечером и следующий день. Так, ещё раз, ты говоришь, как вечером? Вечером. В следующий день? И через пару дней. Через пару дней? Ну, пару дней. Период. Работает так, самая эффективная штука такая. Самое важное повторение, это ещё... Рассказать ещё другому. Это да, рассказать другому, это крутая штука. Самое важное повторение, оно сразу перед тем, как ты прочитал какой-то материал. Это просто... То есть, это самая эффективная вещь. Ты сказал сразу перед, да? Сразу после, да. Сразу после. То есть, я только первый раз прочитал какой-то новый блок информации. Сразу после этого это пишет Рамбанг, кстати, в письме своему сыну тоже. То есть, ты прочитал что-то? То есть, вот, например, там, Веня первый раз прочитал про свободу выбора. Дальше самое первое, что нужно сделать, это вот, как бы, закрыть книжку и задать себе вопрос, что я запомнил. И вот это, вот, то есть, дальше то, что ты себе ответишь, вот эти вещи, они лучше всего закрепляются в нейронных связях, да? А потом, а потом, самая хорошая система повторений, она будет, что я вам нарисую, вот здесь. Она будет выглядеть примерно вот так. То есть, здесь я выучил материал. Видно, как, да? Первое повторение... Вот, дальше шкала времени, да, пошла. Здесь я первый раз прочитал, вот здесь. Самое первое повторение, когда идет сразу просто, вот здесь, прям сразу идет. Второе повторение, четыре штуки, да? Второе повторение, или, ну, вечером хорошо, да? То есть, оно близко здесь. Следующее повторение на следующий день, оно дальше. И следующее повторение, допустим, это будет четвертое, оно потом еще через день, да? Но еще дальше. Потом можно еще в следующий раз сделать еще дальше. То есть, например, если повторить, там, пять раз, то есть ты, как перед экзаменом учишься, да? Она уже нифига не запоминается. Почему? Потому что ты, ну, то есть, я помню, там, экономику всякого человека, экономическую теорию, там, инвестиции и все какое-то такое. Вот инвестиции я чуть-чуть запомнил, наверное, до сих пор. А вот многие предметы, я не помню вообще о чем речь, хотя я тогда сдал все на пятерки и знал лучше всех. Почему? Потому что ты, когда утрамбовываешь информацию, вот ты ее узнал, и потом повторяешь, повторяешь вот так, да, пять раз. Завтра экзамен, и ты повторяешь просто, пока мозги не отмечают. Оно укладывается, оно это как кирпичи без, как укладка такая кирпичей и цемента, да, в перемешку. Просто так налепил все, и там непонятно, там не стена, черт пойми, черт знает что. И оно не удерживается потом. Вот его налепил, оно так же быстренько развалится. Потому что ты учишь создать, а не что вы его учите. Нет, тоже, тоже, да, очень, кстати, важна мотивация, то есть, что ты думаешь, зачем мне это надо. То есть, я не помню, что-то я слышал, люди придумали себе такие, что если я там буду помнить это через, там, столько-то времени, я себе сделаю так-то и так-то. Или я учу это, потому что мне это очень поможет, там, там. То есть, ты когда мысли себе какую-то такую загружаешь, материал он сразу лучше заливается. Плюс, если ты трампуешь это сразу, оно плохо запоминается, лучше всего запоминается вот с такими более увеличивающимися интервалами. То есть, сразу, там, через несколько часов, на следующий день, и потом, и потом еще через день. Это то есть, самый хороший вариант. И тогда оно прямо мягко так заходит, и остается на, в голове надолго. Так, это то, что мы дополнили, да, что, что? Что, то есть, Веня сейчас лучше проучил материал, было больше времени, и особенно, когда вначале вот эти блоки, они еще сами кирпичи, они не устоявшиеся, их надо притрамбовать, чтобы было, сейчас, я просто сниму время, чтобы они были такие крепкие, да, в голове. И, в принципе, то есть, оратор, который уже на уровне, то есть, что такое вот это, то, что ниже, да, мы говорили с вами, то есть, то, что находится ниже, вот здесь у меня по этой шкале выбора, да, это то, где, это все зона автоматизма. То есть, вот здесь у меня идут усилия, чтобы сюда прыгнуть, здесь я расслабился, чтобы сюда вот упасть чуть-чуть, но вот все, что ниже, да, то есть, там, допустим, там, кого-то не убить, да, или, там, я не знаю, кого-то обворовать, или, я не знаю, что, или принять какой-нибудь наркоты, да, какой-то, это вне моего, ну, то есть, например, я не знаю, мне сейчас нету, сейчас вне моей зоны свободы выбора, там, идти мимо, то есть, недавно была ситуация, да, там, человек, ну, прошел мимо там, витрины какой-то, просто ее разбил, забрал, убежал, да, то есть, как бы, это даже мне в голову не придет, да, это вне моей шкалы, в принципе, да, моя шкала, она сейчас где-то в другом, в другом месте находится, теперь в, теперь что, теперь что, теперь в ораторском, когда ты вот это все изучаешь, нужно, то есть, постоянно опыт переводить на чуть-чуть больший уровень, самое первое, это нужно очень хорошо проучить контент, потом, когда ты уже его много нажонглировал, да, блоками этими, они у тебя автоматически уже начинают собираться пазл из разных кусочков информации, уже даже думать особо не надо, и, то есть, то, что я сказал, что сначала у тебя все, что ниже, оно автоматически, ты выстраиваешь, выстраиваешь, у тебя, как бы, уже как, да, ну, то есть, любой скил, да, там, какой-то, я не знаю, теннис, да, ты сначала не умеешь держать ракету, потом ты уже не думаешь, как оно работает, это, как бы, самый хороший вариант, то есть, когда ты уже, самое хорошее выступление, это, то есть, когда ты уже не думаешь, что ты говоришь, как ты говоришь, почему ты говоришь, зачем, то есть, я сейчас особо не думаю, что я говорю, руки двигаются сами, и, то есть, взгляд я тоже перевожу автоматически, да, как правильно, То есть обычно со взглядом у людей, которые выступают первые разы, у них проблема какая? Они в основном у одного человека цеплятся. Проваливаются. Бывает, если слишком сильно начинают волноваться, то могут просто упираться в стену. Я помню, у нас был один такой препод по литературе. В университет его приглашали, но он был такой улетевший философ. Сидит аудитория, 30 человек, и он смотрит туда верхний угол и рассказывает что-то там. Ну это такое, конечно, да. Вот, ну а самое такое, вот сейчас хан улыбается. Вот этот человек, а вот Никол залывался. И вот человек, а она в телефоне сидит. Все, туда больше не смотрю, а вот она улыбается. И туда, и дальше всю лекцию 40 минут. Она меня слушает, ей нравится, она даже видит, на нее только смотрит. Она сидит, дальше кивает. А ты, но ты дальше, но с этого момента ты потерял всех людей. Вся остальная аудитория, она все равно. Она просто, ну ты не обращаешь на них внимания, они на тебя не обращают внимания. Вот, то есть провалился в фану и все. Вот, что еще мы с Вени поменяли? Я думаю, что вы заметили, что с голосом было. Капец вообще. Что было с голосом? Ну погромче стало. В тот раз Вени выходил первый раз, да? И он прям начал тоже как-то вот. Сегодня мы с вами поговорим. Развободил. То есть жестикуляция уже была и такого, да? В прошлый раз ты сказал, что было очень круто. Ну, а что у них и было? А теперь? Вени, еще круче! Вот, теперь, да. Сильно прибавили в децибел. По-настоящему здесь очень важно. Ну, то есть для меня это было такое важное открытие. В принципе, по началу, когда начинаешь вот, например, этот скилл приобретать, нужно как бы немножко уйти в себя, что ли, да? Вообще забить, как люди реагируют. Потому что сначала вот, первые разы особенно, да? Я думаю, что, например, то есть я помню свои первые разы. Я думаю, Побени вы тоже. Просто вот сейчас Леша что-то спросил. Кто-то, кто-то прошел. И тебя просто вот одно любое вот это вот. Чикар. Просто вышибает. Ты потерял мысль, забыл про что ты говорила и вообще что. и к чему, да? Вот. То есть вот так. Теперь был голос громче. Это прям круто. Было очень уверенно. Браво. Было супер. Все. Эмоционально. Да, было эмоционально. То есть теперь что бы я ни делал, он еще это... В принципе, самый хороший вариант это прям выйти в то место, где ты будешь. И прямо там вот это все прям пусто. Если кто-то за это будет думать, что ты дурак, да? Но как бы это то, что надо делать. Ты как бы вот это все прям... И вот ты и к этому обратился. А вот задали такой вопрос, что ты ему ответишь. А вот там кто-то в телефоне. А ты такой, не пофигу. Да ты... Вот это все надо продумать, продумать заранее. То есть и прямо вот, то есть нужно заранее подумать, где вот это будет сделать. То есть потом уже все автоматически у тебя все как-то налетает, все как-то работает, да? Но изначально надо продумать так, это тут будет, это тут, это тут, да? То есть как оно все... Как оно все работает, чтобы больше было вещей на автомате. Теперь, что мы по блокам сделали, вот это в принципе выход очень крутой. Потому что здесь, да, здесь есть большой текст. Там мы как-то выделили жирным как-то еще. Но теперь в прошлый раз, да? То есть отошел, провалился туда, а что там там? Да. Дальше, когда это есть на доске и это короткие формулировки, это вообще самый идеальный вариант. Если нет доски, то хороший вариант это тоже писать, чтобы в кармане на всякий случай были карточки такие, да? Или отдельные. Например, я вот когда делал тренинг, он был большой такой, он был там часа на три по раме, по там, по качеству раме акипы. Там реально много, то есть она запомнить, что последовательность там, 13 качеств успеха, да? Так я себе сделал прям такую маленькую распечатку, несколько страничек, короткие тезиски какие-то, да? Такая шпаргалка, чтобы вот основные вот эти ключевые мысли. Теперь из всего контента надо выбрать, да? То есть, например, клиптоманка, да? Тут написано, что, почему, что она решила, да-да-да. Но это ключевое слово, оно должно быть, из него ты выводишь всю историю, как бы весь этот пазл, весь блок информации, который дальше нужно будет рассказать. Теперь что еще бы я не сделал в самом начале, кто помнит? Я пошутил. Поздоровался. Не, он поздоровался еще, что он сделал? Представился. Представился, да, представился, молодец, никто тебя не знал. Да, еще что? Я пошутил. Ну, Бенни как бы пытался пошутить. Не получилось. А вот я сейчас пошутил. Значит так, Бенни, да, Бенни сначала пошутил. Теперь написано тоже в гморе, что Рове, он всегда перед тем, как начинать урок, он шутил. Да, все правда, там Талмуд приводит шутки, которые он шутил, и там непонятно вообще, что он шутил, потому что явно понятия были другие. Я следовательские шутки сейчас не пойму, там было другое поколение людей на другом духовном уровне вообще, и там непонятно, что за шутки написано, что он все время перед уроком шутил. Что дает какая-то такая шуточка перед выступлением, что она дает? Расслабление публики. Расположение публики. Расположение публики и контакт, да? Да. Вот, то есть это дает контакт, это важно. А вообще, что нужно, это я думаю, что в следующие разы мы уже будем обсуждать, что вообще нужно при... Ну, то есть первая часть выступления, чему она вообще должна быть посвящена? То есть я, допустим, я ее здесь никогда не делал, да, то есть первую часть вот эту, потому что, как бы, мы все друг друга знаем, да, и есть какое-то личное общение и так далее. Да, то есть какое это знакомство, что, как бы, какая цель, вот, то есть что, как это называется первая часть вообще выступления, и в чем его задача вообще? Ну, найти контакт. 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 Еще что нужно добиться за эту первую входную часть? Расположение. Расположение. Заинтересованность. Да. Интерес, вот, интерес, правильное слово, и есть еще важное слово доверие. В общем-то, три основные вещи, это интерес, доверие и контакт. Теперь интерес. Я думаю, это все, оставим на следующий раз. Теперь как это достигается вообще, из чего просто так, из чего состоит первая часть? Обычно она начинается как реклама, трейлер, что мы сегодня будем делать, а потом начинается самопрезентация, то есть, кто я такой, дальше нужно ставить какую-нибудь прикольную историю желательно, да? Ну, то есть, чтобы люди с тобой познакомились, рассказать еще очень желательно не то, какой ты классный, а тоже про свои взлеты и падения, потому что иначе контакта не будет, потому что есть как бы, как Ицхак, например, да, он выходит и рассказывает, кто он такой. Но он мне рассказывает, типа, то есть, он сначала сказал, у меня там полтора миллиона подписчиков в соцсетях, да? И то-то-то, и я почетный профессор, та-та-та. Но так было не всегда. И я, и я даже не закончил спорт-интернат, вот, да? И дальше начинается, а еще там была такая ситуация, что там чуть не убили, а туда убежали. То есть, когда вот есть это синсоид, да? Люди входят с тобой в резонанс, потому что если ты покажешь, что ты космонавт, ты как бы от них улетел, и им, ну, неинтересно тебя, неинтересно тебя. Ну, типа, ты крутой, ну, молодец, улетай, да? То есть, за первую часть это нужно вот этот контакт добиться. Ну, то есть, на что мы ставили, это очень важная вещь. Желательно шутка в начале. И очень хорошая вещь тоже начинать с открытого вопроса. То есть, закинул, и люди, то есть, не ты им сразу начал фронтально заливать информацию, а у них раз какой-то процесс прошел, да? Да, что тут такое? Знаете, а что я про это думаю? Да, все начинают, а что... То есть, ты как бы им, это, как бы, такое, складное отверстие открыть, да? То есть, у человека вопрос, и потом ты начинаешь вот этот вопрос рассказывать, какой ответ. Очень тоже хорошая вещь, что мы еще сегодня делали, что мы еще сегодня делали. Есть еще вот такая, давайте на этом мы закончим. Я думаю, в следующий раз мы как-нибудь это прямо пропишем. Я думаю, что я презентацию вообще сделаю прямо по пунктам, я надеюсь, на следующий раз. Есть такая хорошая вещь для тех, кто как бы первый раз, вопрос такой я слышал. Вот. Есть контакт? Есть. Есть опыт, есть контакт? Значит, ряд контактов. Значит, теперь, так... Вышел, ну, то есть, как... Многие люди, то есть, в первый раз выходят, вообще начинается вот такое, ну, просто состояние такое, то есть, просто дикий ступор, да? Там, многие мне рассказывали то, что где-то на... у них этот опыт, да, самый, там, страх... В следующий раз, я думаю, мы займемся как раз... То есть, для того, чтобы выйти и выйти и выйти, там, нужно преодолеть все страхи, которые с ними связаны. Их много, да, там, критика, неудача и так далее, или отсутствие образа. Так вот, первый раз вышел, да, в детском саду где-то. Начал что-то несуразное говорить. Все такие смотрят, да. И у человека разве завязалось просто ужас такой, да, страха, осуждения от вот этого всего выступательного движника. Теперь, одна из хороших вещей, вот это вот разбавить, когда ты потом пытаешься выступать в самом начале, и как бы достичь некоторого connection с людьми, и самому тоже расслабиться, это просто вот, просто вот сказать, ты там стоишь уже белый такой или красный чуть-чуть, такой, понимаете, дорогие друзья, я сейчас очень-очень волнуюсь, и мне очень нужна ваша, мне бы сейчас очень не помешала ваша поддержка. И, пожалуйста, там, я сейчас что-то расскажу, но я выступаю первым. То есть, когда ты людям дальше это объяснишь, это, то есть, создает какой-то контакт, и люди входят тоже в доверие, блин, надо ему как-то помочь, ему тяжело, не чувствуем, да. А, да, то есть, нужно так, то есть, как бы просто искренне сказать, что ты сейчас чувствуешь, и на большую часть, то есть, понятно, что кто-то подумает, что, типа, ну, какой-то вообще крендель лоу, то есть, я его слушать не буду, то есть, в принципе, самое, самое важное в выступлениях, да, я видел такие выступления, там, выступал одну и ту же вещь, профессионал, там, в какой-то биотехнологиях, да, а потом вышел актер и это же выступал. Вот этот вот профессионал никто не слушал, все залипли в телефоны, да, вот этот вот актер, он выучил техно, да, сейчас вот так, да, и вот просто, все просто, в него просто, о, как интересно, вот это профи, да. То есть, мало важно вообще, не то, что мало важно, но это, как бы, у человека... Первый эксперимент доктора Фокса? У человека меньше, видимо, что-то было, я не понял. У человека... Серьезно, был актер, который группе ученых рассказывал. Это эффект моего Фокса. Короче, у человека, это мы тоже потом обсудим, у человека на вербальное восприятие меньше десяти процентов уходит. И больше пятидесяти уходит на невербальное, то есть, он себя чувствует уверенно, улыбается, на меня смотрит, и что-то двигается, и как бы чувствуется, что он чувствует, что он делает, он уверен. То есть, здесь намного меньше, менее важно, чем, ну, то, что ты говоришь. Кстати, кстати, сейчас я вам это покажу. Это очень прикольная вещь. Нет, все, все. Это просто, как вербальное, невербальное, все, в следующий раз, это очень веселое что-то. Так что, какие итоги? Свобода выбора — это круто. Теперь, чтобы чему-то научиться, нужно постоянно выходить на сцену и просто нарабатывать опыт, в общем-то. Да, самое главное — это, то есть, ты не научишься плавать, пока не прыгнешь в воду, да? Сколько не рассказывай, сколько, как надо плавать, нужно нырнуть, и только в воде можно, только в воде можно научиться плавать. Все, Бенни, Большой Матрицов. Ну, потому что, честно говоря, ну, я сегодня, мне было на Бенни смотреть очень приятно, потому что очень немногие люди делают, ну, такой, быстрый скачок, да? Ну, я думаю, чтобы увидели со стороны, то сегодня это было что-то совсем другое, чем то, что было в прошлый раз. Все, Хайм, Бенни, молодой. Все, всем спасибо за внимание.